Свердолик, а древнерусского обликом как сердце. Собирательное название халцедонов. В скрытой кристаллической разновидности двуокиси кремния. Свердолик, сардер, перниол. Одни из немногих названий драгоценных камней, дошедшие до нас через тысячелетия практически без изменений. В качестве материала для изготовления ювелирных украшений, амулетов, талисманов и культовых предметов, Свердолик применяется в времен раннего неолита, примерно 18 тысяч лет до нашей эры. Наиболее популярен этот замечательный камень был в Древней Греции, Месопотамии, на Ближнем Востоке, на Руси и в средневековой Европе. Он ценился значительно выше многих известности времена драгоценных камней и металлов. Например, в 4 веке нашей эры Свердолик занимал 5 место по ценности в ряду с такими камнями и металлами, как алмаз, жемчуг, изумруд, благородный опал, Свердолик, красные карбунковые, шпинель, рубин, гранат, а затем уже золото, серебро, сирый топаз. Из него изготавливались амулеты, перстни, другие ювелирные украшения, резные печати, камеи, инталии, статуэтки, кубки и кресты. В Древнем Египте Свердолику подобился застывшему в камне закату солнца. Сочетался камнем богини Изиды, матери всех богов, способным приносить богатство и славу, обеспечивать спокойствие или спокойное сошествие за гробный мир и сладкое пребывание в нем. По свидетельству Джона Кунца, 156 глава египетской книги «Мертвых», начинается такими словами. Глава Опряжки и Сердолика, помещаемого на шее умершему, кровь Изиды, добродетели Изиды, магическая сила Изиды, магическая сила Влаза, охраняющего этого великого умершего, они отворят любое зло, грозящее ему. Данное целебность и чудодейственных свойств Сердолика содержится в древнекитайских, древнеримских и древнегреческих трактатах. В древнейших афирово-вилонских клинотисях сочинения арабских и персидских авторов в средневековых закавказских и европейских лапидариях, книгах о целебных свойствах камней, в трудах Беруни, Авицены, Альберта Великого, Агриппе, Метисхейма, Парацельса, Георгия Агриколы, Бояцея де Буата и многих других известнейших врачей и ученых и мистиков. В Турции и Персии в XVII-XVIII веках большой популярностью пользовались персни с сердоликом, на которых гравировались имя владельца. Такой персень считался личным талисманом. Сердолик в качестве талисмана, амулета и лечебно-партилактического средства обладает, по мнению большинства древних и современных авторов, исключительно широким спектром полезных качеств, и свойств из которых приведем лишь наиболее часто встречающиеся. В первую очередь, сердолик является традиционным любовным талисманом, притяжением противоположного пола. Он содействует возникновению любви, уносящего его, и в то же время защищает от навязчивых любовных чар, хранит от неверности в любви, избавляет носящего его от распутства и необузданности страстей. В родившемся в августе сердолик прочит счастливую и долгую семейную жизнь, камень истины, любви и веры. А также сердолик обладает ярко выраженными, успокаивающим и умиротворяющим действиями, если долго смотреть, предотвращает ссоры и споры, улучшает настроение, способствует удаче в делах, в том числе и в финансовых, избавляет от приступов меланхолии и черной зависти, укрепляет мужество в тяжелые минуты жизни, дает защиту от чужой лжи и ненависти. Также сердолик укрепляет память, способствует красноречию, усиливает предчувствие и проницательность носящего его. Этот камень способствует совершению правосудия и установлению справедливости, помогает скорейшему разрешению судебных тяжб, предотвращает волокиту в делах. Амулет из сердолика хранит от несчастных случаев и стихийных бестий. Преждевременно смерти дает защиту от ударов молнии, отводит злых духов, болезни, неврозы, охраняет от колдовства, завистников, рассеивает мрачные предчувствия. В наше время целебные свойства сердолика раскрыты, раскрыла биолог Евгения Ивановна Бадигина. В выходном отверстии сена она укрепила кусочек сердолика, и этим прибором она облучала больных по своей методике. Получила шумляющие результаты. Излечение сердечно-сосудистых заболеваний, кожных, суставных, эндокринных патологий. По сути, это радиоактивная сухая ванна. В результате облучения усиливается окислительно-восстановительная реакция, а значит, в клетках стимулируются биохимические процессы, нарушенные болезнью. Так писала Бадигина. Имея в доме сердолик, вы сможете сделать прибор, подобный созданному Бадигиной, только следует учесть дозировку процедуры. Она выбирается индивидуально и может длиться от 5 до 50 секунд. Облучение может быть не только местное, но и всего организма. С акцентированием мест, требующих лечения. При облучении сердоликом лекарства не требуется. При облучении ран, язв, абцессов накладывается только сухая повязка. А вот в Тибете считается, что сердолик имеет свойство связывать мозг и способствует росту мяса на ранах. Связывает, то есть сушит мозг. У кого водянка головного мозга, гидроцефалы, часто бывает у младенцев. Но тибетцы читают мантры на своих лекарствах много раз без перерыва. Тибетцы работают на всех планах, поэтому их лекарства лечат все. Как выбрать целебный сердолик? Достоверно известно, что лечебная сила обладает только крымские сердолики, которыми пользовались и Бадигина. Причем камень должен быть с молочно-белыми полосками, прожилками или прослойками вида чистого фосфора. И в заключении, сердолик активизирует энергию огня, укрепляет силу, способствует творческой активности, помогает узнать о своих прошлых жизнях, способствует изобилию и зачатию, очищает организм, способствует концентрации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok